Взялись за матерей В МВД подтвердили, что жительница Вахдата Шахида Махмаджонова находится под арестом и в ее отношении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 УК РТ Организация деятельности экстремистской организации Причем власти не скрывают тот факт, что женщина преследуется из-за деятельности ее сына Напомним, что сын задержанной Махмаджонов Ширзот Тулфорович не является блогером или оппозиционером, а находится в розыске за совершение преступлений экстремистско-террористического характера, говорится в официальном сообщении ведомства Напомним, что 3 февраля Шахида Махмаджонова пошла в ОВД города Вахдат и не вернулась домой Все это время ее местонахождение оставалось неизвестным, а власти отказывались комментировать происходящее Примечательно, что преследование родных оппозиционеров является абсолютно новым явлением для Таджикистана И, вероятно, является повторением опыта, внедренного недавно главой Чечни Рамзаном Кадыровым в отношении критикующих его блогеров С декабря прошлого года в Чечне начали пропадать и родственники сразу нескольких оппозиционных блогеров Тумсу Абдурахманова, Мансура Садулаева и Хасана Халитова Какое отношение имеет моя жена к тому, что делаю я, к тому, что я говорю в отношении тебя И тем более родственники А в январе этого года чеченские силовики похитили мать правозащитника Абубакара Янгулбаева, возбудив в отношении нее уголовное дело Я ненавижу Кадырову вашего и Чечню Чечню я имею в виду, Кадыровскую Чечню Моя мать может быть смертва Но я лично Кадырову это никогда не прощу Я извиняюсь Объединение этой мощи Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан Через 15 лет могут войти в союзное государство с Россией и Белоруссией Это заявление Лукашенко сделал в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву В Армении деваться некуда Вы что думаете, они кому-то нужны, они уже увидели Николу Ваевич это увидел Азербайджан выбивается из этой когорты, потому что мы тоже много ошибок наделали Отдельный разговор И там, конечно, Турцам, Азербайджан поддерживают Возможно А Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, я думаю, в силу своей необходимости, прежде всего экономической Тоже присоединятся По словам Лукашенко, в процессе объединения трех этих государств Остальные страны по периметру бывшего союза также присоединятся Вы поступили очень порядочно, по-человечески Поэтому лично вас благодарю и всех россиян Напомним, что Лукашенко начал публично демонстрировать максимальную политическую лояльность к Кремлю После массовых протестов, длившихся с лета 2020 года, по весну 2021 года, когда народ восстал против диктатора, а Россия обеспечила сохранность его режима После этого Лукашенко не упускает шанса для того, чтобы выразить поддержку геополитических проектов России в странах СНГ Детализировали в генеральных штабах замысел двух президентов И уже через несколько часов вылетели первые самолеты в Казахстан Все было сделано быстро Комитет по делам религии Таджикистана заявил, что пока неизвестно, когда таджикистанцы смогут отправиться в хадж Об этом заявил председатель ведомства Сулеймонда Владзада на пресс-конференции в Душанбе 8 февраля Напомним, что запрет на совершение паломничества под предлогом противодействия распространению эпидемии COVID-19 сохраняется с 2020 года Из Таджикистана выезжать в Саудовскую Аравию для совершения хаджа запрещено Причем длительность запрета не установлена В свою очередь, многие таджикистанцы пытаются отправиться в паломничество через другие страны Сулеймонда Владзада пытался оправдать запрет тем, что якобы из Саудовской Аравии каких-либо разрешительных документов для совершения хаджа пока не поступало По его словам, неизвестно, каким будут условия для совершения хаджа При этом он не сообщил, был ли сам факт запроса со стороны правительства Таджикистана Далее, отвечая на вопрос о малом хадже, Давладзада сообщил, что в декабре прошлого года их ведомство обратилось в республиканский штаб по борьбе с COVID-19 С просьбой разрешить гражданам групповой выезд в хадж Но, по словам Давладзада, вспышка нового штамма коронавируса Микрон опять затянула этот процесс Собеседник Хабархо, таджикский блогер Абдулло Аббосов прокомментировал данную ситуацию По какой-то причине хадж всегда вызывало раздражение таджикских властей Жители Таджикистана максимально стремились к совершению паломничества А режим наоборот препятствовал этому, вводя различные странные абсурдные ограничения Так, в стране на законодательном уровне установлены возрастные ограничения для совершения паломничества Лицам до 40 лет совершать хадж просто запрещено И, разумеется, пандемия COVID-19 используется лишь как очередной повод запретить совершение хаджа Другие страны уже давно разрешили своим гражданам совершать паломничество То есть все ограничения сняты Таким образом, ожидается, что режим сколько сможет будет продлевать данный запрет Ссылаясь на эпидемиологическую ситуацию, считает блогер Продолжение следует...